Обер Амергау – это деревный шедевр. Где еще можно найти что-нибудь подобное? Великолепные фрески под открытым небом, нерушимые традиции, которым более 380 лет, и древнейшая история. Деревня стоит на древнем пути из Аутсбурга в Рим. Археологические изыскания показали, что древнейшие следы цивилизации на месте деревни Обер Амергау относятся к 100 году до н.э. Современные дома тоже украшают традиционной росписью. В Баварии очень религиозно. Вот прямо на улице можно встретить алтарь в честь Святой Девы Марии, проезжая по сельским дорогам, увидеть распятие. Такие распятия устанавливались, чтобы дать возможность путникам помолиться и спросить благословения Божьим на дальнюю дорогу. В Краевическом музее выставлены старинные немецкие рождественские вертепы. В Древней есть знаменитая кондитерская. Тортики там просто бесподобные. Это кафе существует как семейный бизнес уже 25 лет. И все, что они подают гостям, делается и в собственном кондитерском цеху. В ассортимент входит несколько видов тортов и пирожных, много различных сортов кофе, мороженое собственного производства. И конфеты. В 2012 году молодой хозяин заведения завоевал второе место на международном соревновании молодых кондитеров мира. А всего-то деревенское кафе оказывается такое знаменитое. Ромергау, внешне очень скромное, церковь святого Петра и Павла впечатляет великолепием своей внутренней отделки. Постановка «Страстей Христовых» первый раз состоялась в 1633 году. В это время в обеомергау свирепствовала эпидемия чумы или черной смерти, как еще называют эту болезнь. И оставшиеся в живых жители деревни молились в церкви о неспослании спасения от страшной болезни. И пообещали, что если останутся в живых, то будут каждые 10 лет ставить спектакль «Страстей Христовых». А если нарушат клятву, то пусть Господь нашлет на них чуму заново. И жители аккуратно ставят спектакль вот уже более 380 лет подряд. Лучше не искушать Господа и обещания не нарушать. В спектакле имеет право участвовать только родившиеся в обеомергау или прожившие не менее 20 лет. Спектакль внес в облик деревни свои коррективы. Например, многие дома расписаны религиозными сюжетами. Обе-Рамергау знаменита своими расписными домиками в фолькверковом стиле. Это глиняные стены с поперечными узорами деревянных балок. В доме Цумлюфт в 1748 году родился основоположник стиля. Знаменитый в здешних местах художник по фрескам Франц Цвинг. Отсюда и название этого вида живописи – Люфтмалера. Это как раз тот случай, когда достоверно известно, что и когда заложил традицию, позже ставшую подлинно народной. Вообще, история с формированием традиций на стены живописи превосходно иллюстрирует принцип «My nest is the best», то есть «Мое гнездо самое лучшее». Стены домов искусно разрисованы сюжетами из Библии, бытовыми сценами, эпизодами из немецких сказок и даже рекламой. Берамергау славится и своими резчиками по дереву. Здесь много магазинов, где продаются изумительные деревянные скульптурки. Эти изделия были издавна очень важны для пополнения доходов жителей деревни, которые раньше жили в трудных условиях и были принуждены искать всевозможные средства для пропитания. Одних из символов этого вида деятельности является комивая жор – носильщик заплечных носилок. На местном диалекте называется «Крахе», где помещались фигурки на продажу. В Оберамергау есть специальный памятник ему. Наслаждайтесь поездкой на ностальгической канатной дороге в Оберамергау до Лабера. Комфортабельная гондола подплывает к круглому Лаберкупе из Оберамергау района Сен-Григор на высоте 1684 метра. Лабер – местная гора Оберамергау. Не обязательно является одной из самых высоких вершин Баварских Альп, но, безусловно, одной из самых живописных. Словно с балкона открывается вид на предгорье Альп с многочисленными озерами. А в хорошую погоду даже на север, вплоть до Мюнхена, горы Эстер с Вангом, Фринкином, Кротенкопфом, горы Ветерштайн и Альпы Амергау образуют впечатляющую городную арену на другой стороне с востока на юг и на запад. Редактор субтитров А.Семкин